Судный день Почти в восторге Нам показали, как мы и предсказывали анонс Дисхоноры Достаточно скомканный анонс Остановимся на этом чуть позже И показали в подробностях Fallout 4 К сожалению, не в тех подробностях, в которых бы хотелось это увидеть Возможно, на пресс-конференциях издательства кто-нибудь позовет Бетезду И та покажет именно расширенную демонстрацию Fallout 4, именно игрового процесса Пока же нам показали так, отрывками Ну, поначалу Doom Господа, я слышал критику Антон, хочешь высказаться? Дело не в критике Я как бы... Тут есть одна вещь, которая как бы у Doom определенное преимущество перед всеми Местных шутеров как бы нет А я их люблю, в отличие от остальных шутеров И поэтому в Doom я буду играть в любом случае Насколько бы он не был, скажем так, даже плох Но плохим он уже явно не будет, судя по демонстрациям Есть просто пара моментов, которые смутило, но это лишь такие оговорки, которые как бы скорее всего никак не повлияют на общую картину Ну, назови, назови Ну, мне только смутило именно начало, что враги, ну, совсем как бы в начале То есть, как бы, хоть и у тебя оружия вроде и немного, то есть, ты там не можешь быстро всех убивать И, как бы, ну, враги очень тупые Ну, то есть, совсем они не то что тупые, а в плане слепые Они бьют в другую сторону, они, когда ты можешь бегать вокруг них, они даже за тобой не успевают разворачиваться Это как бы смутило Но, с другой стороны, это как бы демонстрация И такое мы видели уже не раз Демонстрация, когда, как бы, нужно показать, нельзя же умирать В конце концов Понимаешь, тут еще это может объясняться Но именно когда показали уже Hell Да, но когда показали Hell, то все стало, собственно, на свои места То есть, когда показали, что монстры будут напрягать Когда выбежало мясо в большом количестве, да, уже заставляют вертеться И это уже не так бросается в голову Главное, что разное мясо Мне вот просто вот сначала эти импы классические, которые стреляются И какие-то там зомби именно с какими-то лазерами или пулеметами Вот, что вот они как-то, они не то что друг друга дополняют, как обычно То есть, что какая-то должна быть мелочь вперед, а остальные там сзади поливать А тут получается, что такое, оно все вроде стреляет, стреляет достаточно медленно Ну, а ты очень крут Как бы, что, ну, совсем всех убиваешь Ну, еще мне не очень понравилось Единственное, что это вот, надеюсь, что можно будет отключать эту подсветку у монстров Она меня просто, ну, раздражает слегка Ну, это подсветка, потому что она показывает, что ты падали с ему Да, я знаю Да, ну, по-моему, по анимации там всегда ясно, потому что мне на колени падают То есть, они такие сразу стали Это элемент механики, насколько я понял Если он синим светится, то патроны выбиваются А если к оранжевым, то аптечка Это элемент механики, скорее всего Ну да, я вот тоже это заметил, что там разные падают, типа красные Ну, по поводу этого, кстати, да Я тут свой маленький кайфер скажу Когда, особенно мне, ну, то, что подсвечивается, это ладно В некоторых моментах, когда издалека убиваешь врага, там, из двустволки Разрываешь его на куски Из него вылетает много маленьких пиктограмм То есть, именно, даже не патронов, ничего А именно такие вот очень яркие пиктограммки, которые еще и подсвечиваются отдельно И которые потом в тебя, как бы, всасываются То есть, этот момент можно было сделать чуть-чуть элегантнее А то получается такое же, в общем-то, каналия, который одновременно страдал Буллетшторм, да, когда стреляешь по противнику, а из него вылетает Нет, ну, Буллетшторм это был элемент кучи цифры Игры, собственно, это фига А еще тут я хочу сказать, что пиктограмма Потому что решение это еще хорошее Потому что это явно не будет, вот, если бы там вылетали, например, физические объекты Именно патроны, ну, в виде патронов То это все, как бы, систему больше всегда напрягает А тут вылетает просто спайтики Которые обозначают, собственно, что или иное Ну, может, их не надо, будут такими яркими Но я еще заметил, что патроны именно они Да, то есть ты такой Ты уже думаешь про поводу, как будут нагибаться современные консоли под Doom, да? Ну, да, почему бы Ну, учитывая то, сколько врагов будет А врагов будет достаточно Если ты там вдруг одним залпом там Ракетницу убьешь трех-четырех То знаешь, когда вылезает сотня пиктограммок Я не думаю, что если бы даже Даже пока будут некоторые страдать в этом плане Так, ну, дайте мне высказаться У меня просто восторг было время демонстрации Я встал в пять часов утра Еще толком не проснувшись Еще толком даже не выпив кофе Сел, и меня ошарашили Doom'ом То есть я увидел не просто, скажем так, мясной шутер Я увидел именно тот Doom, из-за которого В свое время вокруг Doom'еров ходили анекдоты, да? То есть такие безбашенные маньяки Которым хочется крови, еще больше крови То есть психопат Вот главный герой, вы посмотрите Он же псих Он больной человек Он страшнее монстров на самом деле То есть они к нему подрываются Он их разрывает на куски Пробивает головы Берет в руки бензопилу И что он первым делал? А-а-а-а! Сейчас я тебя напополам Да не просто так, а одного вот так зигзагом Справа налево, другого слева направо Третьему руки отпилю Нет, он такой классный парень Мне харизма ему нравится Понравилось, что герой очень быстрый Очень ловкий Высоко прыгает Быстро подтягивается Спрыгивает с высоты без последствий Да, то есть еще если Особенно если на врага приземлиться То есть это именно морпех Морской пехотинец После него там в комментариях отмечали Что мастеру Чифу будет сложно удивить Я скажу да А шлемы-то такие же Не, ну шлем Я когда увидел такой шлем Забавно Очень понравилось Он вроде раньше появился Не, так естественно Намного Плюс Очень понравилась реализация стрельбы Последнее время в шутерах Очень редко встречается Именно такая вот Детальное Внимание к попаданию То есть именно когда пули Разворачивают тело Когда они его Там где же враги толстые достаточно Да, то есть они умирают не с одной пульки Там как в Call of Duty Или там в Battlefield Да, то есть соответственно Здесь ты стреляешь в одну сторону У него кусок мяса вырывает Я вот это смотрел Я поверить не мог Что они настолько ловко все сделали Там же система такая Не, ну насколько я понял По крайней мере там Именно просчитывает Куда попадает пуля И эта пуля вырывает Именно тот кусок тела Куда она попала То есть отрывает руки Ноги Сносит верхнюю часть тела Ноги продолжают в это время бежать Если стреляешь по ногам То тело падает И этот имп еще ползет к тебе Да, то есть без ноги Потом дохнет Очень интересно все Это было сделано Агрессивный Очень агрессивный шутер Очень много врагов Знакомых врагов Конечно же Да, то есть мы их всех видели Но они стали ловчее Чем было в Doom 3 Они стали быстрее Ну хотя да Некоторая тормознутость присутствует Ну это объяснимо кстати Ну да, это объяснимо По крайней мере потому что Арены стали больше Здесь уже нет таких вот Очень узких коридорчиков Соответственно То есть ты постоянно Такой вот маневрируешь На такой небольшой аренке Они появляются из воздуха Вокруг, спереди, сзади То есть для того Чтобы у тебя была возможность реагировать Еще понравилась система Система добывания ресурсов Очень вот здоровье заканчивается Я сразу не понял Даже откуда он Восполняет здоровье Системы регенерации нет Зато здоровье Выпадает из монстров То есть для того Чтобы восполнить его Ты должен его или добить Или жестоко там Разнести вообще на куски И тогда из него вот эти вот Маленькие пиктограммки Вылетают, всасываются Ты такой Снова восполняешь себе здоровье Понравилась реализация Ада Очень красиво сделаны Очень мощные демоны Понравились добивания С фантазией Много разных Под каждого демона Свое добивание Причем именно знаете Такие презрительно Такие маниакальные Именно в стиле Мортал комбата Когда ты не просто Убиваешь противника А выражаешь к нему Ну тотальное презрение Да там Врываешь сердце Запихиваешь ему В глотку Отпихиваешь Взрывается Класс Ну Может показаться Что маньяк Да Но вот я Принадлежу к той самой Вот категории Думеров Которые О которых ходили Тогда Анекдоты То есть мне было Мало дум Хотелось еще И вот Недавний мод Кровавый дум Ну да Это вот именно то Что доктор прописал Миша У тебя были претензии Графики Ну Мне не совсем понравилось Там было видно Наследие Итек К сожалению Местами детализация Прихрамывает Ну это же Итек 6 Это новая Мы ошиблись Кстати Да То есть это не Итек 5 Это Итек 6 Новое поколение Все равно видно Наследие Понимаешь Видно Я так понимаю Что полностью От этой элемента Хюдж текстуры Не знаю Они отказались Или нет Там вот Местами видно Что хорошая детализация А местами Караул То есть Ну Неровная Скажем так Графика Ну это мелочи Понимаешь Мне понравилось Во-первых Что они добавили Элемент так называемого Вертикального Геймплея То есть Герой научился Подпрыгивать высоко Хвататься за выступы Забираться на выступы Очень понравилось Что сделали Большие Разнообразные арены То есть Именно ставку сделали На просторах Вот Почему монстры тормознуты Это объяснимо Потому что игра Делается в том числе В том числе На консоли То есть Там нету Вот этого Как на ПК С мышкой Мгновенных разворотов Вот А поскольку в игре Нет авторегенерации Здоровья Того же Это необходимо Сделать такой элемент Баланс В принципе Понравился Да Вот эти вот Выпадающиеся аптечки И патроны Как тоже элемент Баланса То есть Не надо там Думать Когда там Поднять эту аптечку Не поднять эту аптечку То есть Или в принципе Ты ее поднял в начале Там Случайно наступив А потом тебя убили Потому что Тебя нет возможности Пополнить дорогу Да Все ради драйва Именно ради движения Вперед Не возвращаться назад Все правильно То есть Именно ставка на движение На то что ты постоянно Носишься по арене Именно вот Постоянно в движении Постоянно в экшене Да Добивание Отличное Именно да Такие по хорошему Придурошные Особенно Когда он там Вырвал кусок Из демона И в рот засунул Ума Это было замечательно Наконец-таки Да В Думе Что мне Бензопила Стала именно таким Вот Источником Таким вот Придурошным оружием Вот Которым Именно Зверски Добиваешь А не просто Ты распилил На части Да Офигенно Очень понравилась Идея вот этого Просчета попаданий С монстрами Которых там На куски рвет Они там Полудохлые ползут В целом Очень бодрый Крутой Мясной шутер Двустволка Двустволка Как сделано Наконец-то Так они Они именно Сохранили Многое знакомое Оружие Добавили Аттачменты Ну да Они альтернативные Некоторым добавили Это вот Мне понравилось Да Там появились Аттачменты И так далее То есть Ну Надстройки видны В целом То что мы Обсуждали В свое время Мне понравилось Что они сделали Большие арены Мне понравилось Что они сделали Ставку на такие Ну классические элементы Скажем так Отсутствие авторегенерации Сколько хочешь Носи с собой оружие Вот Элемент Поиска ключей Кстати прикольный Смешной Не навязчивый Демонстрация Он ржачный Да Он прикольный Но в том-то и дело Понимаешь Насилие здесь Оно вот Именно как Mortal Kombat Оно не такое страшное Оно именно Показушно-ржачное То есть Ты как Он руки вырывает Как там его В конце Этот имп Забивает Своими же Герой псих Он больной Так и мир Понимаешь Такой шизанутый То есть Ну Блин Как тебе сказать Сложно В серьез Воспринимать Игру Где Один герой Мочит Это самое Адские орды Ну Сложно Воспринимать В серьез Поэтому Вот эти авторы Это четко Просекли Так Давайте Чтобы не затягивать Выпуск Мы сейчас Можем Разговаривать Ну Хорошо А я планирую Такой Полчасовой Завершая Завершая Хочу сказать Что Качественная Демонстрация Дума Вот Bethesda По сути Ну Steel the show Что называется Начала Очень бодро HAL опять Придется Тяжело Я согласен Но они доказали Что При хорошем Издательстве Даже если Внутри компании Проблемы Оттуда уходят Ключевые сотрудники Все равно При хорошем Менеджменте Эта компания Может давать Отличный результат И Doom Вот это доказано Несмотря на уход Ключевых сотрудников Из id Software Doom По-моему Великолепен И еще один момент Мы совсем забыли Snap Map Мы Да Совсем забыли Про особенность Snap Map В Doom То есть Пользователям Позволят В Doom Во-первых Будет кооператив Где придется Отбивать Орды Демонов Зарабатывать Деньги Покупать оружие И Ну собственно Убивать дальше Орда демонов Так вот В режиме Snap Map Можно создавать Свои собственные уровни Наполнять их деталями Я так понимаю Можно будет Воссоздавать Без особых проблем Уровни Из оригинального Doom 1 Doom 2 По крайней мере Никаких Препятствий Я для этого не вижу Очень хороший Очень гибкий редактор И Великолепное решение Плюс Мы предполагали Что Bethesda Покажет Quake И кстати Логотип Quake Мелькал у них На экране Постоянно Возможно Что-то и делается Но В Doom В Doom Я ожидал Что это будет Чисто одиночная игра Нет В Doom Будет мультиплеер Причем мультиплеер Насколько я понимаю Очень хорош И почему я опять Сказал Что Halo Придется плохо Потому что Футуристические Морпехи Много Футуристического Оружия Включая Ракетницы И прочее Надеюсь Рокетджампы Сохранят Сумасшедшие Эти пауэрапы С возможностью Превращаться В демонов Это вообще круто Очень классно То есть Презентация Дума Вопросов нет Это больше Чем я ожидал Сразу скажу Это больше Чем я ожидал Я поддерживаю Я честно говоря Просто не ожидал Такую большую Демонстрацию Ну а что им еще Было показывать С другой стороны Антон Что им еще Было показывать Ты посмотри Они представили Петеста нет То есть свой Собственный сайтик На котором можно будет Я так понимаю Покупать игры И читать о них информацию Они показали Трейлер Из своего Мутного Фритуплейного Шутера Баттл Край Ну боевичка Вот это вообще Гадость И внешне Гадость Я там увидел Как они демонстрации Стоит два Там этих ребят С какими-то тесаками И друг друга Минуту лупят Одинаковыми ударами И один из них умирает И вот ты победил Ну вообще Это самая Карточная игра Подожди Да-да-да То есть они анонсировали The Elder Scrolls Legends Карточную игру Ну действительно Безвезда в тренде Да То есть сначала Они Сделали убийцу В Warcraft Сейчас они делают Убийцу Ходстоу Что я хочу сказать По поводу Вот этого всего Что вот Они анонсировали Для мобилки Fallout Fallout Отдельная модель И карточная игра Fallout Shelter Называется Fallout Shelter Извиняюсь И мобы И карточная игра Вот это вот Попытка Bethesda Выйти на какой-то Новый уровень И показать Что типа Мы суперкрутые Издатели Можно у них Типа у нас Должны быть Нет ну может И получится Но это странно Понимаешь Они выходят На уже занятые рынки Везде Посмотрим У них есть Раскрученные бренды Просто понимаешь Bethesda показала себя Как издатель Хороших игр Просто Вот у него есть Замечательное портфолио И она выпускает Качественные игры И вот эта вот Попытка Вылезти на новый уровень Она требует И ресурсов И всего остального Ну посмотрим Как у этой Bethesda Получится Но шаг такой Ну странный Хотя в принципе ожидаемый Ну да Плюс Что мне не понравилось В анонсе Дисконнера Его практически не было Нам показали CG трейлер Нам не показали Игровой процесс Нам ничего не показали Не рассказали Про главных героев Нам просто Что называется Сунули в лицо Сам факт того Что игра находится В разработке Когда она выйдет Зачем Ну то есть понятно На каких платформах Маленькая студия Вот Очень Хотелось Найти Расширенной демонстрации Ну хотя бы намека На игровые кадры Или хотя бы На скриншот Дело в том Что не так давно У Bethesda Тоже был Очень прикольный анонс Игры Прай 2 Нам показали Великолепные CG После которых Многих Ручки зачесались Да Где же Прай 2 Где же Прай 2 Теперь Прай 2 Медленно Тихенько Так забыли Все Нет никого Прай 2 Ничего Мы не анонсировали Про экзаморозили Распустили По поводу Прай 2 Была демонстрация Полноценная Они там Полчаса ее показывали Ну отдельно Да Да То есть Это к тому же Еще и была демонстрация То есть Дисхонор здесь Они как бы Ну Хотелось больше Нет ну Не совсем Я согласен Хотелось значительно больше То есть это тот проект То есть это тот проект Что нам показали Что нам показали Нам показали Создание героя Сделано Интересно Да То есть он стоит Перед зеркалом И создает себя То есть мне не нравится Мой нос Я его убавлю Мне не нравятся Мои щеки Я их увеличу Да Создание Fallout 3 Этим было креативнее Ну когда ты создавал Своего персонажа С рождения Да То есть С первых шагов То есть он появился Какие у тебя глазки Как мы его назовем Ой Какие у тебя там Способности Да Внешность понемножечку Лепишь То есть Именно так вот По этапу А здесь тебе сразу Дают героя Ну интересно кстати Как он пережил 200 лет Да Ну да Такой То есть начало Ядерной войны Это же типа интрига Они сами сказали Да Бежит в убежище Потом бат Через 200 лет выбирает Встречает этого Сумасшедшего робота Классный кстати Персонаж Мне понравился Собачка кстати Интересный тоже персонаж Ну вообще В плане персонали Здесь Бетезда Сделала шаг вперед У них появились Интересные герои Это они не скрывают Пока на уровне Первого впечатления Они доработали Диалоговую систему Они сделали ее Больше такой Массэффектовской Да То есть Камера смотрит Со стороны На беседующих И Лица эти Жестикулируют Они что-то показывают То о чем мы говорили Опять же То есть Бетезде нужно Двигаться вперед И они сделали Небольшой шаг вперед Но Что нам показали Об основных Особенностях Fallout 4 Совсем не то Что мы хотели Увидеть Дело в том Что Fallout 4 Это ролевая игра Вместо этого Нам показали Систему крафта Нам показали Возможность строительства Собственного Маленького поселения И И И много Бодобумов По моему они сказали Про возможность Караваны Они по моему Сказали про возможность Запускать караваны В разных То есть Можно Можно строить Поселение Вот Одно поселение Здесь Другое здесь Третье здесь И между ними Потом будут гулять Караваны Не то Что хотелось Увидеть В создании Именно системы То есть Ощущение того Что мир Блин Вокруг тебя Как-то Вот Взаимодействует Что ты дернул Грубо говоря Вот один момент Сделал Там Принял Такое решение А потом Это решение Тебе аукнулось И ты понимаешь Как Вот Вот Этот импульс Данный тобой По итогу Пришел В финальную точку И ты Вот Именно Круто От этого Интересно То есть Именно Взаимосвязь Какая-то Они не показали Миссию Ни одной Они просто Вот показали Да Набор элементов С большим Количеством Контента Ну и По поводу Анимации У меня Бомбит Капитально Это да Это блин Это вообще То есть Знаешь По поводу Она осталась Такой же Как Fallout 3 Вот именно После Дума Смотреть На эту стрельбу Было больно Просто больно Да не вопрос На стрельбу Смотреть больно Ты знаешь Что я хочу заметить В последнее время Появилось Очень много Игр с открытым Миром Очень много И в принципе Можно вспомнить Условный Например Assassin's Creed 4 Black Flag Где мир был Достаточно большой Для среднестатистического Рогалика В принципе Сойдет И вот На фоне Больших игр С открытым Миром Смотреть На вот этих Дуболомов Не знаю Те солдаты Урфина Джуса На которых Живительного Порошка Не хватило Ну елы-палы Когда вот В создании ролика Там это жена Главного героя Говорит начала Я не знаю Я потянулся За тазиком Это да Особенно Еще зачем Молоденцев Всяких Показывать Которые Все настолько Плохо Да Я там тоже Вот эта анимация Это капец Вообще Крул То есть Ну да Меня не впечатлил Абсолютно Не впечатлил Элемент Сим-Сити Прикольно Было Посмотреть Он интересен Заслужил И соответственно Если ты его Просто собрал Из металлолома Ценность этого оружия Становится Ниже Плинтуса Очумелые ручки Это самое Уже в интернете На эту тему Шутка появилась Что сегодня Мы будем собирать Прицел Из пластиковой Бутылки Да Сегодня мы будем Собирать прицел Для лазерной винтовки Из глобуса Будильника И тостера Вот Нет Понимаешь Мне бы хотелось Чтобы это показали Как-то более Лаконично Что ли То есть Например Герой Условно Грубо говоря Идет по подземелью Нашел там Какие-то ингредиенты Вышел Солон Увидел Воркбенч Создал на этом Верстаке Улучшил это оружие Тут же показали Как пистолетиком Он там дрался С монстрами Тут же Он из этого пистолета Сделал условный УЗИ И дерется Значит Эффективно То есть Более наглядно Не просто Опять же Вот эта вот Куча Куча Вот они показали Смотрите У нас есть одна куча Вторая куча И в конце Вот это тоже Меня не впечатливший Трейлер Вот этот Бум-бум-бум-бум Ну Как-то При том что Перестрелки Выглядят откровенно Убого В игре Много взрывов Но Все на прежнем Вот уровне Fallout 3 То есть Именно когда стреляешь По противнику Он не реагирует Потому что Это как бы Ролевая игра Соответственно Нужно подождать Пока все хиты Там выбьются Из руки Или ноги Или головы Ну Как-то да И выдвигаются Они некрасиво И сама стрельба Со стороны То есть Они до сих пор Экшн-камеру Как-то кривенько Используют Потому что Вот это Слоу-мо Неуместное Вот этот Пролет камеры Тоже мне не очень нравится Все-таки Опять же Мы Говорим про Ведьмака То есть Мы Ну Не получится Не избежать Сравнений Как в Ведьмаке Классно сделан Вот этот Финальный удар Когда Такое замедление Потом он Спарывает брюхо Или там Сносит голову Шикарно Они Недалеко не всегда Акцентируют Внимание На этих фаталиях Да-да-да-да-да То есть Это вот так Очень случайным образом Попадается И ты так Бац Зацепил Вау Красиво тебе Показали А здесь Каждый раз Будут Слоу-мо И вот эту Некрасивую картину Ты будешь Раз за разом С другой стороны Мир мне понравился Как нарисован Очень красиво Разнообразно Разнообразно Стоит отметить Что очень Много разных мест По дизайну вопросов нет Но вопрос Как это будет работать Ну вот они Как вы Миша Правильно заметил Как вот Например Показывают Как показать Хорошо Систему крафта И вообще Что ты будешь Делать в мире То есть Ты идешь Путешествуешь Находишь какие-то Вроде на первых Безделушки Но они нужны То есть Для того же оружия Почему Не показать Какой-то на примере Вот как Миша Описал Это очень точно Потому что в итоге Оно выглядело Так Вот он зашел в город Там в начале Где встретил робота И собаку А вокруг Просто видно Что это пустой лес Скорее всего Вот какие-то кусты Лес И больше ничего Вот он будет пробегать Там пробежит Метров пятьсот И может там Тогда какой-то Объект появится Интересно Точка интереса А все остальное Это просто пространство Заполненное Оно как бы так Вроде как и выглядело Ты можешь его заполнить Сам В трое города Понимаешь В чем фишка будет В лаус А пусть охрена А еще А еще будет куча модов С Блэк Джеком И Лас Вегасом Понимаешь То есть Нью Вегас Создай свой Нью Вегас Понимаешь Ну не знаю Я в принципе Даже если вспоминать Я не помню Это было К сожалению уже Может быть Не будет Не совсем корректно Но Кажется Тринадцатого года Демонстрацию Видимо как Где он встречает И Васика И возвращает его Голосу От Гарби Вот А потом там Еще я не помню В рамках этой же Демонстрации Он встречается С этим лесным духом И показывает Моральный выбор Я уже не помню Просто это В рамках одной демонстрации Что вначале Он приходит в поселение Получает Квест от этих Ведьм С которыми Эта женщина Общается Через картину Потом идет Встречает И Васика Разращает ему Его голос Потом Это самое Находит Этого Лесного духа И на этом Презентация Заканчивается Как бы На моральном выборе Можно Не можно Поверить Лесному духу Или не поверить Что-то такое Я уже точно Не помню Какие детали То есть Я не помню Это было в рамках Одной презентации Или нескольких В любом случае Презентация Показывала игру Здесь нам показали Да Набор возможностей Нам показали То что можно Сделать это И это Но самого главного Вот он приходит В город Проход по городу Он берет миссию Разговаривая При этом С человеком Каким-то Идет Вот полностью Цепочка То есть Он идет 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 Что-то делает По дороге Как он Передвигается Выполняет Миссию Возвращается У него появляются Какие-то варианты Ответов Вот этого Хочется увидеть И я надеюсь Опять же Что на пресс-конференциях Microsoft Или Sony Мы увидим Более подробно Это Если нет То То плохо Учитывая что Игра выходит 10 ноября Я думаю что Полноценный стенд С Fallout 4 С игроком Ну с каким-то Куском игры Будет В любом случае Но хотелось Чтобы это было Именно кусок игры А не просто Вот тебе Типа Выбор на выбор Меню Редактор персонажей Балуюсь Да Редактор персонажей Возможность Потусоваться На пустынные местности Поуправлять собачкой Прикольный элемент Ну посмотрим Опять же Как он будет реализован И это самое Под тебе Сим-сити Строй свой город Или Сим-с Неважно И опять же Игра выходит 10 ноября 2015 года Они не побоялись Сравнения с Ведьмаком Посмотрим Чем закончится Эта война Но мне уже любопытно Мне по крайней мере Уже хорошо Что этой осенью У Бетезды Будет хотя бы Одна игра Мы надеялись Что Doom выйдет Но увы Только Fallout 4 Но будет Получается В целом Бетезда Начала Е3 Ядрено Я бы сказал Презентацию Думы Прям порвала Вот Ну Презентация Fallout такая Неоднозначная Посмотрим Да На этом Мы закончим Нашу передачу Продолжим Ее мы Сегодня вечером Пока Не знаю В каком составе Скорее всего Мы соберемся Вместе Красивых роликов Сбоку не будет Это будут Пост Сразу же Как только Заканчивается Пресс-конференция Мы ее будем обсуждать Сразу же На эту Будем выкладывать Ролики Так что Следите За новостями Как только Посмотрите Пресс-конференцию Не забудьте Зайти на наш канал Для того Чтобы Поделиться С нами Своими впечатлениями Узнать Наши впечатления В свою очередь С вами был Виталий Казунов Михаил Шкредов До свидания И Пан Анатон Запольский До встречи До вечера